В общем-то мы с папой готовим запеканку, у нас есть вот такая колбаса, только это творог. Вообще это я готовлю, а Ева только мне мешает. Нет. Пока, ну, она будет в духовке жарится. Вы только не жили? Нет. Нет, мы ничего не включили. Скажу так, вот почему, допустим, я не люблю, когда Ева приедет в гости. Вот она зашла на кухню, что-то хапнула, хапнула, но вот нет, просто посудомойку положить. Она бросила прямо вот сюда, вот, просто прискинула. Ну, положи туда внутрь. В чем дело? Нет, допустим, я очень быстро готовлю. Здесь запеканка творожная, она готовится чуть-чуть, не спеша, чтобы получилось вкусно. Главное, нам нужно любить готовить, тогда она получается вкусно. А если просто любить запеканки? Нет, если любишь просто запеканку, купи в магазине. Кстати, я скажу так, чтобы понять, любит ли вас человек, нужно, чтобы он приготовил для вас еду. Если это еда вкусная, значит, человек вас любит. Я не умею готовить, и у меня получилось невкусно, но я все равно очень люблю сильно. Ты пиздишь. Ты пиздишь, значит, ты не любишь человека. Я говорю, что когда девушка тебя любит, она вкусно готовит, даже если не умеет готовить. Этому есть объяснение. Ну, как вот делать? Берем, допустим, стакан воды. Наливать стакан воды. И можно на нем просто написать, допустим, там, сила красота. Не пьешь эту воду, и вода уже заряжена силой красотой. А если готовишь еду, а еда, она же тоже из воды состоит. И если это делается с любовью, то еда заряжается вот этой любовью, и она уже вкусная. Вот и все. Да. Поэтому, говоря о том, что если девушка не умеет готовить, нет, она не умеет готовить. Она просто не любит. Не любит там того, кого она готовит. В чем секрет идеальной запеканки? Готовим запеканку. В чем секрет идеальной запеканки? Для тех, кто... В чем секрет идеальной запеканки? Секрет идеальной запеканки, как я уже говорил три минуты назад, в том, что готовить нужно с любовью Секрет вкусной запеканки, готовить ее с любовью Секрет запеканки, чтобы она была вкусной, она должна просто готовить с любовью Пиздец Блядь Пиздец нахуй, блядь